Девушки отдыхают Для этого вам нужно снять с гладильной доски чехол, как мы это уже заранее все сделали, обклеить всю доску фольгой и дальше мы накрываем наш дорогой чехол и проглаживаем вещи, которые очень плохо до этого разглаживались. В моем случае это рубашка мужа. Если муж что смотришь, то возможно прямо сейчас я ее проглажу раз и навсегда. Итак, у нас утюг прогрелся. У нас утюг прогрелся, я могу проверить на твоей руке? Утюг прогрелся, функция пара все есть. Вот я хочу сначала, чтобы все обратили внимание на вот эту рубашку. Она постирана, чистая, хорошая, но вот в таком состоянии. Нужно ли нам обращать внимание на то, что там значок с зеленым крокодилом? Нет, нет, не нужно. Нет, ни в коем случае. Хорошо, мало ли просто. На обычной доске рубашка, ну чуть-чуть становится гладкой, а так нет, вся рубашка в залом. Давай к делу. Давай приступаем. Итак. Прошу тебя. Начнем со спинки, да? Нет, давай вот прям с... Я думаю, все понимают прекрасно в чем дело и почему теоретически все должно получаться хорошо. Потому что у нас сверху будет тепло, тепло будет проникать сквозь рубашку, оно вниз, оно никуда не будет уходить. То есть у нас тепло будет, знаете, такое создавать, получается, как сэндвич тепловой. И одновременно проглаживать еще и снизу. Пропаривать, я бы сказал. Пробуй. Ну хорошо. Так, подождите, подождите. Пока Таня гладит, можно я, пожалуйста, маленькое отступление, потому что до того, как мы приступили к зафисе эфира, Татьяна Николаевна Фридрих сказала, я не верю абсолютно в успех этого эксперимента, потому что вот эта рубаха моего мужа, она не проглаживается никогда. Когда ни один утюг ее не прогладил, ни на одной доске, никакими, никаким паром вообще. Ну это абсолютно правда, это не для телевидения мы сейчас выдумываем, это абсолютно правда. Ну и как тебе? Очень тяжело проглаживается, но сейчас либо утюг мощнее, либо действительно эффект есть. Вот я уже вам говорила, она вообще практически не разглаживается у меня дома. Посмотрите, уже здесь видно, я хочу сейчас показать рисунок, мне даже в магазине сказали, она должна быть именно такой, немножко помятой. Нет, она же все равно классическая. Нет, Андрюша, она не к этому относится. Так, посмотрите, вот. Вот видите разницу? Нет, ну слушай, ну мы не видели, конечно, раньше, как ты гладила, но здесь гладкая. Она обычно остается именно такой, ребристой, а сейчас очень даже гладкой. Друзья мои, ну что мы можем сказать? Гладьте свои вещи на здоровье, будьте аккуратными, будьте сильными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!